всем здравствуйте меня зовут валентина пасхина и в этом видео уроке я вам покажу как сделать вот такую двойную обработку разреза до застежки это может быть планки да у кардигана может быть как вот в моем случае в оригинале на застежка на пуговках этот способ подходит для вязания сверху вниз также если вы снизу вверх вяжите тоже подойдет у меня на образце это реглан в основном изделие это реглан погон как видите или сюда и сюда он хорошо вписался сразу скажу выбирайте не толстую пряжу и в этом уроке я вам покажу обработку планки а в следующем уроке будет обработка отложным воротничком горловины то есть такой мастер-класс на два урока все поэтому давайте начинать приятного вам просмотра надеюсь этот способ вам понравится и вы возможно будете использовать его в каких-то своих изделиях в этом уроке мы с вами рассмотрим как сделать планку с подгибом на что обратить внимание самое основное это ширина вашей планки так планку мы будем подгибать и плюс еще в планке если у вас будут отверстия для пуговиц отверстие должно быть посерединке соответственно половинка планки у вас должно быть нечетное количество петель в моем случае это 5 то есть у меня будет 2 петли с одной стороны по серединке дырочка и 2 петли с другой стороны и соответственно внутри тоже будет 5 петель то есть внешняя ширина и внутренняя они совпадают всего 10 петель у вас может быть допустим либо 7 допустим да у вас может быть тонкая пряжа да и может быть у вас 7 петель с одной стороны и 7 петель с другой стороны тогда всего на планку у вас будет 14 петель и также планку я отделила 1 изнаночной петлей для того чтобы это лучше смотрелось в полотне теперь что по отверстие отверстие я делаю с левой стороны соответственно я делаю в начале лицевого ряда как же нам это сделать смотрите мы отверстие делаем два раза так как у нас планка с подгибом до соответственно нам нужно на в одном ряду сделать два отверстия также вы должны определиться на каком расстоянии у вас будут пуговки находиться вот у меня они будут находиться через 11 рядов то есть смотрите 10 я провязала то есть лицевой и изнаночной лицевой изнаночной 10 провязала дальше в следующем сделал отверстие и дальше закрою изнаночным опять провяжу 10 рядов и опять повторю и смотрите у нас еще будет обработка вот я вижу изделие вот мне образец на котором у меня вывезен росток уже до углубления горловины и сверху у меня еще будет обработкой в этой обработке я сделаю отверстие для пуговицы чтобы у нас верхняя часть максимально было вместе да не разъезжалась поэтому я первое первое отверстие это будет уже получается если начинать сверху до считать будет первое в обработке потом второе и здесь я отступлю желаемое количество мне рядов между пуговицами то есть вот я здесь провязала 10 рядов сейчас буду делать отверстие обратите внимание что в этом обработка в этой обработке крайнюю петлю я провязываю всегда по узору и в лицевом и в изнаночном ряду то есть я не переснимаю кромочную и так лицевой ряд провязываю лицевую петлю дальше еще одну петлю и смотрите так как у меня на половине петель планки 5 5 соответственно я провязываю 2 петли делаю отверстие еще две петли делаю следующим образом 2 петли провязываю делаю накид и сейчас я делаю 2 петли с наклоном вправо провязываю 2 петли с наклоном вправо и еще одна петля вот это у меня задняя часть 5 петель теперь провязываю лицевую часть 1 2 дальше делаю накид 2 петли вместе с наклоном вправо и еще одна петля все планка провязана то есть когда мы среди загнем план куда у нас отверстие будет одно под другим и таким образом мы провязываем до конца ряда я на своем образце сделала одно отверстие вы вяжете вниз то количество рядов которое вам нужно делать это количество отверстий которое вам нужно и дальше я вам покажу как соединить две планки вместе до замкнуть вязание в круг и так я сейчас провяжу несколько рядов к вам вернусь и будем замыкать в круг наше вязание и так смотрите что я сделала я в начале ряда сделала дырочки провязала до конца вернулась сюда и следующим рядом иду в обратную сторону понятно да то есть сделала дырочки вернулась и сейчас иду следующим рядом получается после дырочек дырочки 1 2 сейчас третий ряд лицевой и я иду к другой стороне и здесь я уже буду соединять планку давайте еще раз покажу как это будет выглядеть на изделие то есть вот стиле вот они дырочки да и я лицевым рядом сейчас пришла вот сюда но не дошла до планки и сейчас в этом лицевом ряду я буду соединять планку как я это сделаю я аккуратно сниму все петли с левой спицы аккуратно согну ее напополам то есть вот у меня 5 спереди 5 сзади и начинаю я с задней планки смотрите подцепляю заднюю петлю переднюю заднюю переднюю переднюю так переснимая все петли так заднюю и переднюю все и теперь я смогу их провязать вместе то есть вот у меня первая петля можно тут подправить провязываю вместе лицевой следующие две петли провязываю опять вместе лицевой так провязываю до конца смотрите чтобы вас петли не перекрутились до чтоб все хорошо и легло все провязала разворачиваю вязание и сейчас изнаночным рядом идут не доходя последние петли то есть не доходя планку с этой стороны то есть иду изнаночные рядом и вот здесь останавливаюсь вот это вязала изнаночный ряд и здесь мы делаем то же самое аккуратно снимаем все петли если вам удобнее вы можете переснять на 2 спицы но мне так проще и опять же сначала заднюю петлю потом переднюю мы переснимаем их в шахматном порядке для того чтобы потом вместе провязать вот я пересняла и сейчас провязываю вместе изнаночной начиная с задней петли то есть слева направо опять же следите за тем чтобы петли не перекрутились особенно задняя петля ведь я пересняла ее не очень удачно вторая петля третья петля четвертая и пятая все я соединила их вместе смотрите что у вас вот эти петли не были перекручены лицевые и сейчас делаю следующие я уже на этом этапе могу замкнуть вязание в круг то есть все да вот у меня планка соединилась двойная и сейчас мне нужно будет две планки провязать вот так соединить их вместе в этом лицевом ряду давайте я сейчас возьму отдельную спицу и пересниму на нее петли планки 1 2 3 4 5 переснимаю и начинаю провязывать вот так смотрите чтоб у нас ниточка вот она вошла вот так надеюсь видно и сейчас провязываю петлю с одной спицы из другой с одной из другой вместе лицевой с одной из другой вместе лицевой все мы замкнули вязание в круг после в этого у вас немножко планки поулягутся да вместе и сейчас все можно переходить уже на круговое вязание вот эти дорожки изнаночные вы можете немножко вниз провязать либо сразу же с этого ряда перейти на лицевые петли по кругу то есть тут уже как вы хотите поэтому сейчас я провяжу немножко вниз закрою петли и в следующем уроке ссылочка будет внизу под этим видео обработаем верхнюю часть и в этой обработке сделаем отверстие для пуговки у вас конечно же отверстие может быть вниз больше так как у меня образец у меня одна петелька я думаю что вам понятно по итогу мы получаем вот такой вот край он получается двойной такой толстенький на толстую пряжу он конечно не подойдет но для тонкой пряжи хорошо я немножко тут переборщила с утюгом поэтому не обращайте внимание вот но в целом вот такая обработка и изнутри тоже она хороша и так смотрите я сейчас следующем уроке покажу вам как обрабатывать горловину а потом к вам вернусь и покажу нужно будет по краешку пришить вот к этой изнаночной дорожки планку чтобы она смотрелась и с изнанки хорошо и здесь нет опорщилась после того как у нас уже обработаны верхнюю часть у нас получается вот эти части не пришиты да поэтому мы берем иголочку с ниточкой и вводим иглу в дорожку из лицевой петли с лицевой стороны раз изнаночная и очень удобно за краешек пришивать то есть мы подцепляем краешек даты вот дорожки из лицевых петель и самый-самый край нашей планки подогнутой и в каждую петлю прошиваем можно через петлю также делать это не принципиально вот таким образом сшиваем от края до края и затем кончики просто прячем сейчас я дошью вот так это получается с одной и с другой стороны поэтому подшиваем края и получаем вот такую вот планку цель навязанную аккуратную сразу же обработанную на готовом изделии после этого выглядит это вот так но я бы не рекомендовала для этого способа сильно толстую пряжу то есть вот здесь у меня довольно мягкая пряжа она подходит лучше чем вот это да здесь это полушерсть такая довольно плотная а здесь мягкий твит поэтому он больше подходит такая обработка здесь выглядит уместней и аккуратней то есть такой способ простой легкие аккуратно вписываются пуговки поэтому надеюсь что было полезно пользуйтесь с удовольствием вяжите классные изделия